Работа на главном предприятии Светлогорья, Лермонтовском ГОКе, замерла. Старое месторождение вольфрамовых руд выработано, новое еще не разведано. Предприятие повисло на волоске от закрытия. Поэтому встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским ждали без преувеличения с надеждой. Прежде чем перейти к планам развития предприятия, глава региона успокоил коллектив. Комбинат будет работать. Деньги на поддержку градообразующей структуры выделит краевой бюджет. Мы сейчас делаем беспрецедентное решение. Мы это сделали, вы знаете, про радиоприбор, про Владивостокское предприятие. Мы туда потратили 178 миллионов рублей, чтобы просто поддержать людей. Мы сейчас в ваше предприятие вложим 250 миллионов рублей, чтобы вас поддержать. Это мое решение. Мы это сделаем. Спасать предприятие, ставшее жертвой неграмотных действий собственника, поручено рабочей группе, которую возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. В ее задачи входит обеспечение работы предприятия на ближайшие три года, пока собственник Лермонтовского ГОКа будет вести геологоразведку нового месторождения. Глава региона пообещал, что лично будет контролировать его работу. Я имел непростой для меня разговор с губернатором Приморского края Владимиром Владимировичем на тему, что есть и что будет. Это моя задача. В течение трех лет данных мне администрации Приморского края осуществить доразведку месторождения рубежного. Я властно спущу. И будет очень жесткий контроль. Кроме того, рабочая группа готовит инвестиционный план развития поселка. Первый шаг – запуск на его территории линии по производству шпона. Такие планы давно обсуждают в предприятии Терней Лесстрой. Однако только сейчас появилась возможность их реализовать. По договоренности с администрацией Приморского края мы готовы вложить для нас довольно солидные деньги в объеме 300 миллионов рублей. Современное высокотехнологичное предприятие, которое будет заниматься 100-процентной переработкой лесосырьевых ресурсов. Объем, занятый в этом производстве, около 400 человек. Уже к концу текущего года на производстве шпона должны будут работать более 100 человек. Дальше – больше. В рамках инвестиционного проекта в поселке планируется создать индустриальный парк, в который помимо деревообрабатывающего войдут еще 8 предприятий на 250 рабочих мест. Среди них цех по выпуску жестяной тары, рудосортировочная база и колл-центр. Проект индустриального парка готов поддержать фонд развития моногородов. На его реализацию направят 250 миллионов рублей. Но жителей больше интересует судьба именно горнорудной отрасли. Горники здесь работают династиями, а без комбината многим придется уехать. Не получится ли у нас так, что горный цех мы расформируем, уйдем от монопредприятия, как вы говорите, от монопредприятия, воспомогательное предприятие, не останемся мы ни с чем. Для меня это принципиально важно, чтобы в Светлогорье сохранилось именно вольфрамовое производство. Вольфрам нужен стране, вольфрам нужен Приморью. У нас есть месторождения, которые можно и нужно разрабатывать. У нас задача вообще-то не потерять никого, понимаете, потому что мы же прекрасно понимаем. Поселок маленький, кто-то куда-то устроится, потом обратно будет вернуть трудно. Социальное развитие Светлогорье – еще одна задача краевых властей. В этом году по просьбе местных жителей в поселок прибудет автопоезд «Забота», а в детском саду и школе поменяют окна. В самом поселке восстановят освещение и отремонтируют дороги. На очереди вопрос о работе сельского клуба – построить новый или реконструировать старый. Нерешенным он не останется. Владимир Миклушевский заверил жителей Светлогорье – в ближайшие три года, пока идет разведка нового месторождения, он будет их частым гостем, а значит и здесь поможет. Владимир Клюшников, «Панорама». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...